Приветствую вас, давайте мы с вами, наверное, сначала посмотрим на ваши вопросы, которые вы задаете, да, и, соответственно, уже после этого я разберу вас в тексте. Итак, вы пишите, существуют ли техники, помогающие в моем случае? Существуют. Существуют. Техника, ну хотя бы вот так вот на скидку, да, то, что подходит наиболее часто, да, и то, что дает эффект этой, а техника идеальная родительность. Вот, я не рекомендую вам исследовать самостоятельно в интернете, как работает та или иная, допустим, техника, да, потому что скорее, ну, вы быстрее просто запутаете. Вот. Но, тем не менее, это вот идеальный родитель. То есть, как бы, техника, техника существует, если говорить непосредственно о технике. Дальше. Возможно, литература. Нет, литература не поможет. То есть, как вы оказываете, практика, литература не помогает в практическом, скажем так, условии, ну, практическом отпускании обид. Литература не помогает. Вот. Эффективная терапия. Да, эффективная терапия существует. Это совершенно точно. Эффективная терапия есть. Виды, виды, виды терапии. Здесь и когнитивная терапия есть. Вот. То есть, достаточно, ну, широкий, широкий спектр, широкий спектр вещей, которые могут быть, значит, применены к, ну, к вашим в вашем случае. Теперь, сам вопрос. Я хочу избавиться от болезненного чувства ненужности своим родителям, возникшая по причине и раздельного проживания с ними с самого детства. Уважаемый аноним. Я прекрасно отдаю себе отсчет в том, что вы хотите избавиться от чувства. Вот. Прекрасно отдаю себе отсчет в том, что вы хотите от этого чувства избавиться. Но. от чувств не нужно избавляться. То есть, на полном серьезе я хочу вам сказать, что худшее, что вы можете сделать, это начать избавляться от своих чувств. Потому что ваши чувства, это часть вас. Именно потому что вы хотите избавиться от своих чувств. Именно потому что вы стремитесь избавляться от своих чувств. У вас возможно и проблемы. Потому что от чувств нужно избавляться. А чувства нужно раскрывать. И реализовывать. И тогда они, чтобы чувства, перестанут быть болезненным. Так что здесь вы демонстрируете направленность своего поведения в направлении, значит, подавления своих чувств. Что собственно и может служить одной из причин, по которым вам так вот, условно говоря, тяжело живет. То есть, еще раз. Избавляться нет никаких чувств. Не нужно. Нужно именно раскрывать их. Раскрывать чувства. Это очень важный момент. Да. Здесь необходимо понять, откуда вы взяли и почему решили, что вам нужно именно избавляться от своих чувств. Вот. То есть, почему вы решили, посчитали, что вам нужно именно избавляться. Откуда такая идея возникла. Что именно вот избавляться нужно от чувства. Вот. То есть, эта же мысль, она откуда-то пришла, эта же мысль откуда-то берет, условно говоря, свое развитие. Вот. Именно эта мысль. Так что, очень важно, чтобы причины происхождения этих мыслей были вами, значит, особенными. Понимаете, да? Понимаете, да? О чем идет прежде, что она делает. Хорошо. Они давно в разводе. Я воспитывалась с бабочкой и не чувствую тонкой связи ни с родителями, ни с бабочкой. Такое чувство, что я была и буду обижена, была, буду и обижена сейчас на них всех. Обиды. Обиды – это ожидания по сути своей. То есть, ваши обиды, ваши обиды по сути своей, есть ожидания. То есть, у вас были, ну, некие такие, скажем, завышенные ожидания, да, или просто ожидания от, значит, ну, своих родителей, да, и от бабочки. Бабочка. Ожидания, может быть, может быть, были и адекватными. Может быть, ожидания были и адекватными. Но удовлетворить вам эти ожидания никто не мог. В этом смысле вы не берете на себя ответственность, личную ответственность за то, что вы хотите увидеть. И не проводите в этом смысле вы грань между тем, где вы, условно говоря, а где другой человек. То есть, вот, грань между вами, вами и другим человеком, грань, не проводится. А это, надо сказать, достаточно проблемное и достаточно тревожное такое проявление. Потому что грани помогают нам выстраивать именно адекватные отношения с людьми. Разграничения. И, скорее всего, скорее всего, связано это с тем, что бабочка личной границы, конечно же, не выставляла. То есть, ну, она не могла выставить границы, да, вот, между, условно говоря, собой и вам. Для нее это было, ну, что-то вообще нереально. Для нее это, возможно, очень было тяжело. Ну, а вы, вы решили, что раз границ не ставила она, да, то и вы, соответственно, границ не будете тоже. Если от вас, грубо говоря, ну, постоянно, да, ждали, чего-то ждали и ожидали, вот, то и вы, соответственно, тоже будете чего-то ожидать, ждать и одержаться. То есть, научением личным границам, научением личным границам, это один из тех самых важных факторов, которые, ну, вам необходимо освоить. То есть, это то, что вам необходимо прямо освоить. Для вас уже как комфортно. Дальше. Значит, вы пишете, я не чувствую тонкой связи. Хотелось бы попробовать узнать о том, что вы понимаете вот этой самой тонкой связи, особенно, если вы ее не чувствуете. То есть, такое впечатление, что вы прочитали о том, что она вот, эта тонкая связь должна быть, к примеру. Вот. Вы прочитали, что эта связь должна присутствовать. И, соответственно, как бы, теперь, условно говоря, о ней вы мечтаете, об этой тонкой связи. Хотя, вы не имеете представления о том, как эта связь работает, что из себя представляет, она и так далее. Поэтому я прошу вас пояснить, что вы понимаете под тонкой связью. Что это за связь такая? Почему она тонкая? Почему это вообще, почему вы называете вообще это связью, а не, допустим, чем-то иным? Как, ну, как, возможно, следовало бы называть это. Вот. То есть, ну, поясните вот этот момент, вот этот момент, поясните его. Очень бы хотелось, чтобы вы его пояснили. Очень бы хотелось, чтобы вы как-то вот озвучили данный момент, данный момент. Мне мешают постоянные мысли о том, что я не нужна родителям, мешают то, что я не могу отпустить груз прошлого, который мешает мне жить и отделиться психологически, жить и не используя в общении с другими людьми поведение обиденного ребенка, хотя мне уже в 35 лет. Угадывается в вашем тексте определенное наслаждение, что ли, тем, что происходит. Угадывается в вашем тексте определенное, ну, удовольствие в том, что происходит. То есть, я, конечно, не знаю, но мне кажется, что уже имеет место быть у вас такое вот, ну, мазохистическое поведение. То есть, вам как будто нравится выпистовывать в себе, именно выпистовывать в себе, выпистовывать в себе культ такой, знаете, культ, ну, страдания, культ, может быть, боли какой-то. Да, вот такое впечатление, что вам это все очень нравится, такое впечатление, что вы уже вот как бы привыкли к этому, да, и, ну, не получается у вас уже от этого отказаться. То есть, это мазохистический тип поведения, мазохистическая модель поведения, и связана она с тем, что любви хочется, но поскольку позитивной любви человек не получает, то ему ничего не остается, кроме как, значит, отталкиваться от той позиции, что со мной что-то не так, что я, там, с какой-то, ну, не такой, что... Или, ну, или вот в вашем случае, например, не такая, и, собственно, от этого получать такое вот извращенное, возможно, ну, внимание, что лучше так, чем никак. Потому что вот то, как вы это описываете, да, оно создает, встает такое впечатление, что вам это где-то вот в глубине души нравится. Дальше. Мне мешают мысли о том, что я не нужна родителям. Скажите, пожалуйста, а почему вы должны-то им быть нужны? Родителям. Почему вы, да, почему вы должны им быть нужны? Ну, то есть, на чем основывается ваша позиция? Эти же мысли, которые у вас имеют место быть, они же, ну, они на чем-то основаны, да, эти мысли? Так, а почему вы считаете, что вы должны им быть нужны? Это какая-то общепринятая практика, что все дети должны, условно говоря, все дети должны быть нужны своим родителям или как? То есть, вот, на мой взгляд, было бы очень здорово, если бы вы этот момент для себя как-то вот прояснили бы. А самое главное, делает ли вас то, что вы своим родителям не нужны, хуже? Мне кажется, что не делает. Но вы почему-то считаете, что делает. По какой-то причине. Вот. То есть, вы думаете хуже о себе. Вы думаете хуже о себе. Потому что не чувствуете, что нужны родителям. То есть, из-за того, что родители не могут найти в себе ресурсов, да, не имеют в себе ресурсов проявить к вам себя как-то, вы чувствуете себя хуже. Это говорит о неустойчивой вашей позиции по отношению к себе. То есть, вы не имеете о себе, ну, условно говоря, четкого представления. Вот. И не имеете вы о себе четкого представления именно потому, что, как и сказал мой коллега, как и сказал мой коллега, до конца себя принять вы не можете. Так что, здесь такая вот цепочка. Далее, вы говорите, что я не нужна своим родителям. А, себе вы нужны, вы говорите, что мысли мешают мне, значит, ну, мысли мешают мне жить, мешают мне себя, значит, вести, как, ну, каким-то образом, вот и так далее. А цели-то у вас есть, желания у вас есть, какие-то, ну, какие-то направления у вас имеются. То есть, вы говорите, что мешают, но не являются ли ваши обиды единственным, что у вас сейчас есть? Если вы не принимаете, безусловно, себя, то вы, безусловно, не принимаете свои желания. А если вы не принимаете свои желания, безусловно, что у вас есть целей своих собственных, безусловных, как бы и нет получается в этом смысле слова. Вот. Понимаете? Какая ссора. То есть, как бы, здесь, на самом деле, ситуация, она именно так выглядит, что это профессия, то, что вам мешают мысли, да, а вам чем-то выгодно. То есть, есть такое понятие, как вторичная выгода. Вот у вас вторичная выгода в чём-то имеется. В чём, конечно, пока сказать достаточно сложно. Но она есть. Это совершенно однозначно. Вот. Вторичная выгода имеется. Нужно разбирать только, какая она, это вторичная выгода и, соответственно, что из себя представлюсь, представлять. С другой стороны, навязчивые мысли есть результат желаний. Ваших желаний. Опять же, нераскрытых желаний, с одной стороны, и ложных предписаний родителей, с другой. Дальше, вы пишете, значит, что вы используете общение с другими людьми, в общении с другими людьми используете поведение обиденного ребёнка. Для чего вы используете это поведение обиденного ребёнка? А зачем вы используете поведение обиденного ребёнка? Чтобы что вы используете поведение обиденного ребёнка? Родители относятся ко мне, как к взрослому человеку, я не чувствую их любви, нет ощущения, что я играюсь. Правильно? Потому что вы жили отдельно, и вы, по сути, не являетесь их ребёнком психологически. А генетическое родство ничего не значит. Очень бы хотелось почувствовать себя любимым ребёнком. Нет. Вы говорите не о том, что хотите почувствовать себя любимым ребёнком, а хотите почувствовать себя просто любимым. Вот. Вы хотите просто любимым себя почувствовать. И это, этого можно достичь. То есть можно достичь того, что вы будете чувствовать себя на самом деле любимой. Но для этого нужно, как уже сказали мои коллеги, безусловно, себя принять. Пока что вы себя не принимаете в глубине души, используя действительно детскую модель, используя действительно детскую модель мышления, вы считаете, что если вы родителям не нужны, значит с вами что-то не так. Вот. Хотя, как бы, ну, на самом деле, да, это, безусловно, ничего общего с реальностью не имеет, потому что, ну, как бы, отношения к вам, родителей, никак не характеризуют вас, собственно говоря. Вот. Отношения с родителями вас никак не характеризуют. Это совершенно однозначно. Ну, в этом и проявляется ваша детская паприца. И она попитывается тем, что вы свои желания не реализуете. И себя сами не принимаете. Такой, какая вы. Вот, в принципе, то, что можно вам ответить на ваш вопрос. Я надеюсь, что вам это было полезно. Надеюсь, что вы для себя извели какие-то такие вот базовые представления о том, что сейчас происходит, в чем, в чем ваши ваши мысли, условно говоря, уводят вас в сторону от какой-то истины, да, в сторону от конструктивного поведения. Вот. И я надеюсь, что вы увидите для себя тот путь, по которому вам нужно идти. Вот. Что позволит, что облегчит вам поиск специалиста, что вам в этом поможет. Если у вас остались вопросы ко мне, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.